Мне кажется, во всём мире это блогер, у которой 5 и 5, да? Почти 6. Почти 6 миллионов подписчиков на YouTube-канале, представляете? Так что скоро у неё будет... Какая кнопка? Бриллиантовая? Уже сложно представить, что там дают. Это очень круто, да, и у неё очень много подписчиков в Instagram, больше, кстати, чем у меня, и поэтому мы сегодня зададим вопросы этой девушке прекрасной. Почему такое время, что блогеры так популярны? Чем она заслужила такую невероятную любовь? И ещё много интересных вопросов. Почему? Потому что она ещё и в положении на 9-м месяце согласилась ко мне в передачу в этот тройшак. Ну, я обещаю, как мамочка, её поддержать, понять и не мучать сильно. И у меня в гостях Алена Веном! Так, я надеюсь, что она уже отправила мне запрос. Так-так-так, нет, не вижу. Алёнушка, отправь мне запрос, пожалуйста. Нету пока. Пока нету. А почему нету, Артёмка, ты не знаешь? Алёнушка, пожалуйста, я немножко задержалась, прошу прощения, но я надеюсь, ты ещё не родила. И выйдешь всё-таки ко мне в эфир. Так, может быть, оно, знаешь, не обновляется как-то. Так, розыгрыш подарунки в Буде сегодня обовязково. Я знаю, что Алёнушка пить не будет. Ну, значит, я буду за неё и за себя. Так, попробуем? Попробуем. Нету? Вот она, всё. А как? Она не нажимается. Смотри. Конкретно на неё не нажимается, да? Да. Не отдаётся присоединиться. Почему? Сейчас ещё раз. Алёна, а напишите нам комментарий, мы с комментарием попробуем. Аска не получится с комментарием. Даже неактивный кружочек этот. Да, нет, у неё активный. А, сам кружочек неактивный, да. Что делать, что делать? Ещё раз пробуем. Оп. О! Отлично. Быстрее. Так, пока Алёнушка к нам присоединяется, пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы сделали этот инстаграм. Мы сделали это, потому что привет! Привет! Так, сейчас я сделаю все настройки, поставлю масочку, где я буду самая красивая. Вот такую ты хочешь? Так, сейчас, сейчас, типа естественная красота. Да, да, да. Привет! Этого никак. Привет всем, ребят. Так. Ну что, Алёнушка, привет, ты красавица! Привет! Это твой, это твой прекрасный, красивый, супер-акмамэн? Да, это отец моей русалочки. У тебя будет девочка? Да. Ты не скрываешь, мол, ребёнка. Нет, у нас прям был целый такой большой бэби-шаур, объявление, там, где были блогеры, мои друзья. Это прям, наверное, лучшее начало было 2020 года и, наверное, лучший день за этот год. Потому что мы очень хотели девочку, прям оба. Мы такие, типа, ааа, ну, конечно, если будет мальчик, мы тоже будем рады, но ни хрена на самом деле. Подожди, мужики обычно хотят первого мальчика. Да, это так странно. Это так странно. What did you want to go, like, the usual one, a boy? Like, guys. Я не знаю, он у меня вот такой вот. Хочется ему две девочки, чтобы девочка была похожа на меня. На тебя. И чтобы ещё её Алёнушка звали. Знаешь, у меня муж, когда у меня забеременела... Сделай там, чтобы не было, айзди. Когда я забеременела первой дочери, он хотел на неё взять Оля. Я говорю, зачем? У тебя же уже есть одна Оля. Я говорю, я так тебя люблю, что я хочу это размножить. Слушай, ты, конечно, умеешь влюблять в себя мужчину. Нет, у нас Скайлер. А как зовут девочку? Как зовут её? Скайлер. Кайлер? Скай как небо и Лер. Тайлер. А, окей. Круто. Ну, во-первых, это вообще обычное имя. Здесь все, чё, чего, как, Скайлетт, шо. А где вы вообще собираетесь жить? Наверное, пока что в Украине. А потом подумаем о Лос-Анджелесе. А рожать не будешь? Здесь. Мне буквально осталось... Ну, она уже, в принципе, может в любой день родиться. То есть у меня уже 37-я неделя. И я уже жду, когда же я перестану быть этим жучком, который валяется. Ну, я тебе скажу, как человек следующий, поносивший два раза. Могу тебе сказать, что сорок будешь ходить. Девчонки долго сидят. Да? Понимаешь, да? Да. Именно девочки. Сорок. Я пересидела тоже. Сорок недель, так что ещё подожди. И не спеши. Потому что очень часто хочется уже вот-вот. Совсем хочется, да. А последняя неделя будет у тебя самая адовая. Да? Я ходила пешком по лестнице. Я стала мыть полы. То есть я хочу... На девятом месяце? На девятом месяце. Так это не сдавание у меня тоже прошло. Я специально это всё делала, чтобы родить. Я уже не могла ходить беременно. А, чтобы спровоцировать роды? Да, спровоцировать роды. Я хотела, потому что она никак не хотела появляться на свет. Поэтому сорок... Сейчас тридцать седьмая неделя? Да. Ну, ещё вот я тебе вангую. Три недели ты ещё походишь. Ну, это как раз, да. ПДР у меня же тоже на сороком месяце. Запасись, запасись терпением. Ну что, ты готова со мной играть, Алёна? Да, я знаю, у вас трешовые такие эфиры. Я, конечно, человек беременный, поэтому я не буду так сильно трешовать. Но у тебя сюда нет, нам дай Боже. Буду я с тобой нежна. Жарить на твоём животе яйца мы не будем. О, а можно было и так? Конечно! А может быть, мы это сделаем? Нет, спасибо. Слушай, поскольку я видела, у тебя очень горячий муж, а давай мы пожарим яйца на его животе. Так, почему я задумалась? Это же абсолютно дурацкое предложение. Класс! Ну что, поехали, да? Правда или действия объявляй открыто. Я тебя пить не заставляю, пью самостоятельно. А у меня кофеёк. Отлично. А ты кофе пьёшь при беременности? Нельзя же? Да можно. Можно? Можно немножко. Можно немножко. Ну что, поехали. Мне там не разрушает муж, а не доктор, поэтому. Ага. А он у тебя какой, строгий или добрый? И то, и то. Вот прям, если он что-то себе вбил в голову, что я этого не делаю, то я, блин, этого не делаю. Я ничего не могу по этому поводу сделать. А что он тебе такое самое трэшовое запретил? Вот что ты очень хочешь, и это глупо, а он запретил? Ну вот всё началось с того, что он мне запретил курить. Я курила с 2012 года, он прям вообще не переносил это. Пришлось бросить, конечно, там и дрались, и ссорились. Ну не дрались, а ссорились по этому поводу. Мне все доктора разрешили 150 миллилитров вина, когда я беременна, каждый день. Он не разрешил мне ни капли алкоголя. Естественно, я не пью, хотя все доктора разрешили. Вот единственное, что не касается... А, он мне не разрешает, доктор разрешил съемки родов, а я очень хочу съемки родов. Он запретил, потому что коронавирус. И хрен, что ему скажешь. Что значит съемки родов? Ты хотела позвать в родзал оператора? Конечно, чтобы сделать... Ну это всё выше пояса, естественно, было бы. Всё очень мило. То есть видео было бы то, как я принимаю ребёнка на грудь, там капельница, окно сидит, муж переживает и так далее. То есть это не было бы прям как джигута. Ботя моя, у тебя такие розовые представления о родах. Ты будешь мокрая, красная, ты будешь орать, тебе будет больно, ты будешь говорить, пошли все в жопу, припросите это. Слушай, ну я ж не Оля Полякова. Я себе представляю, что я буду... Я всё продышу, что я не буду кричать, потому что нельзя кричать, потому что ты расходишь энергию. Ты смешная! Я тебя буду вспоминать, когда не буду кричать. Ты знаешь, что ты сделаешь? Ты дай просто Дарилу в руки камеру, пусть он всё снимает, и всё. Единственное, когда он увидит это всё, он может камеру из рук выпустить. Ну, когда он увидит ребёнка, ты имеешь в виду? Когда он увидит ребёнка, который выходит из того места. Ну, он будет мне только на лицо смотреть, ладно? Зачем он? Я, значит, расскажу тебе. Первое, когда у меня были роды, я позвала мужа. Когда это всё началось, это был такой ад, что я сказала, выйди, выйди вон! Я не хочу, чтобы тут кто-то находился. Вторые роды я уже подумала, что надо так, чтобы он находился всё-таки. Но я ему говорю, ты стой вот здесь, вот с этой стороны, и не дай бог пройти. Ну, естественно, ему было интересно, он везде всё обсмотрел. Блин, надо с ним проговорить, чтобы, не дай бог, он не пошёл смотреть. В смысле? Он пойдёт смотреть обязательно. Ты что, он захочет увидеть? А тебе будет вообще не до этого. Ты будешь сушиться. Да, на это уходят все силы. Представь себе, что ты выталкиваешь из себя пояс. Понимаешь? Пояс с пассажирами. Огромный состав. Ну, это 3,5 килограмма. Из 14 вагонов. По состоянию это так. Да, хватит. О, Боже. То, что ты рассказываешь, это вообще на разных полюсах, чем то, что я себе представляю и успокаиваю себя в медитациях. Понимаешь? Я думаю, что я всё продышу, чтобы ребёнку не было стресса. Это же для него тоже стресс. Я не буду кричать. Ну, посмотрим, посмотрим. Поговорим после родов. Во-первых, давай с тобой обязательно, когда ты родишь, придёшь в себя, давай с тобой выйдем в эфир и это обсудим. И обсудим, да. Ожидание и реальность будет. Ожидание и реальность. Это очень будет. Потом грантировать, как я представляла, и потом, блин. Ты по этому поводу даже, я думаю, целый сериал вайнов снимешь. Ожидание и реальность. Давай ты пойдёшь снимать. Давай я пойду снимать твои роды. А есть гарантия, что ты не болеешь коронавирусом, а моему мужу не подходит? Есть, конечно же, гарантия. Мы няню не будем нанимать. Детка, я сделала тест 3 дня назад. Тест не проходит. Нет, не проходит. Только через 2 недели, да. Я сделаю ПЦР для тебя. И мне его срочно выдадут. Ладно, хорошо. Ну что, поехали. Правда или действие, Алена? Давайте действую теперь. Мы так поговорили. Прямо действие сразу? Ну да, чё болтать. Хорошо, смотри. Ты знаешь, что я по вечерам с твоим подписчиком читаю сказки? Ага. Тебе предстоит скоро читать сказки? Ну да. Да, и смотри. Давай я читаю сказку с пропусками. Вместо этих пропусков ты должна вставить слово. Я не люблю эти конкурсы, потому что там моё подсознание включается. Оно может такое выглядеть? Отлично. Это именно про эту игра. Поехали. Жива была блогерша. Известная-известная, популярная-популярная. И звали её Алёнушка. И были у неё большие-пребольшие губы. Накачала губой губой. Так. И послала однажды мама Алёнушку... В жопу. Хорошо. И говорим. Иди, Алёнушка, на... В тёплые края. Пасеку. Ну, допустим. Я тебе подсказываю. А, так хорошо. Тогда пасека. Так. И говори ты, Иди, Алёнушка, на пасеку. Собери что? Мёд. Так. И засунь его себе... Охотвы какие! В холодильник. В холодильник. Умница! Так вот, понимаешь же? И пошла Алёнушка на... Пасеку. На пасеку. А на встрече ей Оля Полякова. А в руках у неё большой-пребольшой... Кокошник. Кокошник. Так. Испугалась Алёнушка. И... А... Вернулась. А ничего страшного. Умница! Так. Но Оля кричит ей вслед. Постой, Алёнушка! Будет скоро и у тебя... Ребёнок. Ребёнок. И будете выжить долго и счастливо. Так подружились Оля с Алёнушкой. Вот такая вот... Какая... Добрая сказка. Добрая сказка. Я поняла, как у вас ещё работает, слушайте. Что это такое у вас пишет. Круто! Ну что, поехали, задавай мне правду или действие. Говори. Оля, правда или действие? Оля, правда или действие? Всё-таки. Так, ну что, правда? Действие? Ну давай, действие! Ух! Ты же, я думала, не была со мной так добра. Не будешь со мной так добра, как я с тобой. Давай начнём по лайтовому. Учитывая, что я беременная, мне хочется, чтобы все вокруг не пили, не тусовались и вообще вели себя так, как я на карантине. Давай ты тоже побудешь беременной. Вот со мной хотя бы чисто на этот прямой эфир. Поэтому надувай шарик и клади его себе под футболку. Открывай, возьми, чисто, шарик. А рыгать не надо? Не знаю, это как ты хочешь. У меня токсикоза не было, допустим. Я не рыгала девушка. Не рвало тебя вообще? Нет, ни разу. Поэтому я тебя освобождаю от этого. Не, хочешь, конечно, пожалуйста. Маленький. Я могу сделать себе не живот, а сиськи, если хочешь. У меня есть ваша эфирка. Ну, может, ты будешь не на девятом месяце, а на третьем. А, хорошо, окей. В первом три месяца. Класс. У меня тут просто есть ассистент. Который делает тебя беременной. Он делает меня беременной. Он, конечно, не так хорош, как твой Дарил. Слушай, мне кажется, это девочка. Дарил, да? Да, Дарил. Дарил. Да. Мне кажется, это девочка, и у нее тип фигуры груша. Да. Знаешь, есть грушевая водка, а есть грушевая девочка. Грушевая беременность. Класс. Класс. Класс, ты прям не набрала. Я так сижу, так вот немножечко повернусь, чтобы было видно, что я беременная. Вот так. О, Артемушка, да. Отлично. Ну что, давай. Тебе нужно идти в метро, чтобы тебе уступали место. Правда или действие? Так, ну давайте правду. Давай правду. Так. Алёна, скажи правду. Только правду у нас говорят правду. Ты себя звездой считаешь? Нет. Вообще. Я, если честно, думаю даже, что я слишком мало о себе возомнила. Потому что я недавно писала, я захотела сделать коллаборацию среди девчонок, и там есть такие звездные звезды. И я написала, думаю, ну, наверное, процентов 30 хотя бы точно согласиться. Согласились абсолютно все. И я думаю, блин, а почему бы действительно нет? У меня классный охват, у меня хорошая репутация, у меня есть интерес ко мне живой. Поэтому почему бы и нет? А я такая, типа, ну, ну, может быть. Поэтому, нет, абсолютно. Не знаю, может быть, потому что это я живу в Киеве, а не в Москве. Потому что, когда ты приезжаешь в Москву, там абсолютно другое ощущение, там абсолютно другое отношение. И, хоть я и люблю этот город, такое ощущение, что пока ты не наденешь на себя корону, тебя всерьез не будут воспринимать. Ты поняла, в чем вообще секрет? Я пока не одела корону, они тоже не замечали. А, вот откуда кокошник пошел, я поняла. Ну, конечно же, корону же я одела, чтобы все видели. А то они, знаешь, все время не знали, как ко мне относиться. А когда уже в корону, так что я тебе тоже, я тебе передам. Давай я тебе в подарок передам вместе с бутылкой вина, я тебе передам корону. И ты ее надевай и на улицу носи. Потому что... Народы. Народы оденешь. Потому что твоя девушка, она должна понять, что она принцесса, что она родилась у королевы. Кайф, хорошо. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вообще боишься рожать? Если честно, нет. Чем ближе к сроку, тем меньше я боюсь. Прям стресс, все утихает и утихает. Экстральная анестезия, ты будешь ее делать? Да. Будешь, правильно. Вот это я тебе... Да. А ты где, в хорошем деталер-доме или в обычном будешь? В частном, в лаваке. В частном. Типа, типа, и сиды, что-то такое там, да? Ну, да. Мне сказали, что это не вмешательство спиной мозг, поэтому можно. И Дэррел разрешил, господи, спасибо. Он думал, что не разрешите это. А если бы он не разрешил, то все. Если бы он не разрешил, я бы тебе посоветовала. Ты будешь рожать, а рядом кто-то будет отпиливать ему ногу. Это, в принципе, по серьезности боли одинаковая история. Ну, блин, перестань рожать через пару недель. Я столько чувствую, что тебя успокоит. Я тебе скажу честно. Когда обезболивают, вообще ничего не больно. Единственное, что когда уже сами роды, они перестают обезболивать, чтобы у тебя силы были тужиться. Так что какую-то боль ты почувствуешь. Но это будет недолго. Но это не будет тот ад, который переживали наши бабушки. Слава Богу. Однозначно. Однозначно. Будет все окей. Так что, девочки, беремените, если у вас есть мужик постоянно. Постоянный. Что, что, что? Говорю, так что, девочки, беремените, если у вас есть постоянный мужик хороший. Ну, или если у вас есть постоянный доход, тоже беремените. Потому что, когда женщина... Знаешь, как это? Есть такая поговорка. Когда мужчина начинает много зарабатывать, ему нужно много бабок. А когда женщина начинает много зарабатывать, она понимает, что мужике, в принципе, не нужен. Ну, я думаю, что мужики, даже если они мало зарабатывают, и такого склада ума им тоже нужно много баб. Это не от бабок зависит, я думаю. Ну вот, поэтому, если есть деньги или мужик, рожаем. Поехали дальше. Давай задавай мне правду или действие. Так, правда или действие? Ну давай правду тоже. Хочешь задать мне что-то пикантное по поводу родов и беременности и сама узнаешь для себя на будущее. Слушай, я уже боюсь эти вопросы задавать по поводу родов. Давай лучше после родовое. Вот останемся в моих розовых очках и бабочках. Как ты восстанавливала свою прекрасную фигуру? Тебе же надо там скакать и так далее на сцене. В трусах! Не выкидывай слова! Как ты восстанавливала свою фигуру и через сколько это можно? И через сколько можно вот это вот всякое такое интимное со своим мужем? А, через шесть недель. Через шесть недель? Да. Да, если у тебя не будет разрывов, а мы надеемся... Привет, ребята! Привет, мальчики, которые смотрят этот промой. Как у вас дела? Если у тебя не будет разрывов и будет не кесарево, то через шесть недель можете смело. Но, как показывает опыт, ничего этого через шесть недель не хочется. И бедные мыжья, они потом ходят, и как собачки просят. Мне кажется, я и дня не выдержу. Я, ну, как бы... Он меня так подсадил, что, мне кажется, я сама... Боже, я хочу с тобой поговорить после розов. Ты будешь вообще другая. Смотри, у тебя офиганет пролактин. Ты будешь кормить или нет? Да, конечно. Значит, пролактин влияет на женщину таким образом, что кроме того, что кайф от кормления ребенка, она больше кайфа никакого не ощущает и ничего не хочет. Она хочет только сидеть со своим. Поэтому я тебе очень посоветую, чтобы ты про него не забывала, про мужа своего. Потому что тебе очень захочется быть только со своей девочкой, ведилии и все такое. И иногда он даже может тебе даже немножко мешать. Но ты себя остановила. Я думаю, мне дочка не мешала. Это человек, с которым я буду до конца своей жизни. Дети, они вырастут и уйдут. А это мой человек. Да. У меня абсолютно другое сейчас ощущение. Алёна, а гормоны тебе на ушко нашепчут другое. И через 6 недель ты не пойдешь это делать. Честно. Но я тебе желаю, чтобы твоё либидо не бастовало. Потому что это, конечно, такая тема, что мы часто, когда вот рожаем, про мужиков трошки забываем. Ты своего не забывай. Он где красивый, надо его радовать. Он мне не даст тебя забыть. Я думаю, это невозможно. Отлично. Поехали дальше. Правда или действие? Так. Ну, действие. Действие. Так. Отлично. Сейчас. Скоро тебе предстоит, дорогая моя, когда ребёнок немножко подрастёт, отвечать на пикантные вопросы. Вот, допустим, хочешь прикол? Моя Маша, когда ей было 6 лет, она меня спросила, мам, а что такое секс? На что я сказала? Ну, это, да. Я говорю, ну, это, они ещё и раньше сейчас, они же в интернете. Сейчас же интернет, да. Конечно. Что такое секс? А я говорю ей, ну, это когда любят мужчина, женщина друг друга. Она говорит, это когда целуют пищу и попу. Я говорю, что за глупость? Кто тебе сказал такую глупость? Она говорит, вот и я думаю, глупость. Вот кто на это согласится? Ну, мне кажется, опять же сейчас, что я буду всё откровенно рассказывать, просто подбирать выражения. Вот сейчас в ноте, что такое секс? Я отвечу. А ты сейчас мне и ответишь. Я буду тебе задавать детский вопрос. А ты можешь отвечать к папке, чтобы отвечать к своему ребёнку. Интересное задание. Мама, мама, а откуда берутся дети? Дети берутся от любви и мамы, и папы. У папы есть семя, которое находится вот здесь. И он кладёт это семя в маму. Мама, мама, а как он это кладёт? Он засовывает свой детополок, свой детородный орган, вот сюда. Мама, мама, это больно? Это очень приятно. Мама, мама, пусть папа меня засунет, раз это приятно. Я надеюсь, у меня не будет такая дочка. Дети, это происходит только между людьми, которые они вдруг олюбят. Дети, они такие, они непосредственные, они не видят подтекста, понимаешь? Ну да, мы будем общаться, буду объяснять, что это кто-то из любви. Мама, мама, а что у папы между ног? Детородный половой орган, как у всех мальчиков, который отличается от тех, которые у девочек. Хорошо. А почему он его прячет? Он некрасивый? Это такая культура. Мы просто живём в культуре, где нужно одеваться. Одежда появилась для того, чтобы нам было тепло изначально, но сейчас это уже культурные особенности, у каждой нации своя одежда и так далее. У тебя будет очень умная девочка. Да, и то. Почему папа говорит на английском, а ты на русском? Ну, это, мне кажется, лёгкий вопрос. Тут много стран. В каждой стране свои... А почему папа не выучил русский язык? Он что, тебя не любит? У меня тоже тот вопрос. Не, я знаю, что любит, но, блин, Дэррол очень русский. И тут мы объединяемся и начинаем его мочить. С другой стороны, ты шикарно выучил английский, правда? Ну да, я вообще училась на переводчика, и мне это особо не понадобилось, но понадобилось в более важной сфере, как личная жизнь, поэтому... Круто! Вообще, на самом деле, девчонки, я вообще всем советую, если у вас иностранцы, учите его язык. Это выгоднее. Ну, конечно! Кстати, прикольно, потому что я не могу иногда съязвить так, как я могу съязвить на русском. И мне приходится как бы обдумывать всё, что я говорю. А иногда обдумать для женщины то, что она собирается сказать, это очень полезно обдумать дважды. Однозначно! Боже! Он аплодирует тебе, мой Артём, потому что я никогда не думаю. Я сначала ляпаю, а потом думаю. Скажи, пожалуйста, Алена, сколько тебе лет? 28. Уже. Боже, какая ты прекрасная, молодая мамуська! Круто! Спасибо! Ты выглядишь просто... Тебе можно и 20 дать, и 22, а... Ну, это да, такое 10 лет эти... Как взрослая девочка, да. Как взрослая девочка, да. У меня всё-таки мусорная девочка. Так, ну что, поехали! Про что ты не буду спрашивать? Да что, мне тоже 28? 18 с чем-то. Нет, мне тоже 28, как и тебе. Такие мы молодые мамочки, просто у тебя я две, а у меня одна. Да, и у меня их же 15, а так это... Я просто родила ее, во сколько, посчитать, если как... У меня сложно. Восемь! Восемь? А, восемь. Восемь лет, да. Это твой выбор, что свободный человек. Так, Оль, правда или действие? Да, действие! Действие! Слушай, ты ещё правду ни разу не выбрала, мне кажется. Давай правду, правду, я хочу правду, давай. Задавай вопрос. На-на-на-на. А скажи, пожалуйста, как ты относишься к новым, молодым, неопытным звёздам, которые собирают, в том числе блогерам, которые собирают побольше охватов, лайков и интереса к себе, чем, допустим, даже ты сама? Ну, что я тебе могу сказать? С нервистью, конечно, и завистью. Ты просила правду, я тебе сказала. Я тебя понимаю, потому что сейчас тикток появляется, я такая, в смысле, блин? Я на этой площадке сколько впахиваю, что это такое, что здесь происходит? А к певицам, вот, допустим, как, вот, Оля Бузова, например? Да, вообще ненавижу, ну что? Да, шучу я на самом деле, ты знаешь, ну, Оля Бузова, конечно, это феномен, я отношусь так, что всех людей на свете много, и всем хватит места, понимаешь, да? Никто, ни у кого не забирает аудиторию. Ну, почему? У людей, допустим, есть определенное время, которое они готовы выделить на Инстаграм, и они тут выбирают, а Олю мне посмотреть, или кого-то еще? Ну, ты же понимаешь, что мы все разные, то есть у тебя другой контент, у меня совершенно другой контент, ты моложе, я взрослею, моя, моя, моя аудитория намного взрослее, понимаешь, да? Ну, то есть, всем хватит места, всем хватит места, все имеют, я считаю, что если человек интересен, если у него миллионы подписчиков на Ютубе, на Инстаграме, значит, он этого заслуживает, он этого достоин, и тут нету такой истории, что, ой, это случайность, ой, это потому, что люди что-то не понимают, нет, это потому, что человек делает интересный контент, и он имеет право быть там, где он находится, поэтому всем хватит места, все нормально. Я, кстати, так бы тоже сказала по поводу того, что заслуживает, если есть внимание, значит, интересно, ничего не можешь сделать в этом поводу, но в последнее время я заметила тенденцию, что люди любят делать популярными людей, которые глупых, аморальных, и, допустим, конечно, даже самая Диана Шурыгина никакого контента не произвела, чтобы следить за собой, но потому что к ней столько внимания, такой хайповый человек получает уже и предложения, уже получает и деньги. Но ты представляешь, сколько она хейта пережила? Хейт, а какой хейт был страшный? Хейт переживала, мне кажется, все звезды. Я тебе скажу, что, что-то я хотела такое сказать по этому поводу, Диана, все, не важно, не помню, что хотела сказать, я абсолютно четко уверена, что если человек там, где он находится, он этого заслуживает. Прекрасный тост. Прекрасный тост, говорит Артем. Ну что, поехали, но скажу тебе, что-то... Выпьем за это. Выпьем за это, да. Зависть, естественно, присутствует. Ну а куда без нее? Но мы с ней боремся. Я борюсь со своей завистью. Да, я тоже. Зависть должна быть мотивацией к росту. Мне нравится такая позитивная зависть, когда ты смотришь на человека и вау, он вот так вот сделал свою жизнь, он вот так вот раскрасил свою разукрашку, так я так тоже могу. Да, нет, можно, конечно, добавить, что это человек сука, и так, еще пару слов. Нет, хуже тебя в три раза. И хуже тебя в три раза, кстати. Да, да. На то вы порешили. Слушай, а вот, Сапи, вот у меня вот этот год, я вспомнила, что я хотела сказать. Как ты думаешь, за что тебя любят так люди? Почему они тебя полюбили? Почему они отдали тебе свой лайк, свою подписку и следят за тобой? В чем секрет твой? Конкретно твой секрет? Честно, мне сложно на себя смотреть со стороны. Я всегда вообще перфекционист в плане контента. Это то, что я очевидно вижу, от чего я страдаю, что я не могу сделать просто так. Я всегда продумаю, я всегда вкладываю всю свою душу. Когда ты делаешь то, что ты любишь, это вдохновляет и зажигает людей. В любом случае. Ой, простите, пожалуйста, сейчас секундочку. Ой. Вы понимаете, тут беременности вот эти вот все. Это нормально. Ой, я тебе потом задам вопрос к этому поводу. Блин, я поняла такой вопрос. Это интересно будет обсудить. Просто сейчас, почему блогеры? Потому что они немножко ближе к людям, мне кажется. Вот эти вот все далекие звезды, которые были в прошлом, они слишком далеко, они где-то там, они по телеку. А мы, блогеры, мы прям вот отвечаем на конкретные вопросы конкретного человека. Эти вопросы повторяются, не откликаются. Поэтому люди чувствуют себя намного ближе к нам. Хотя блогеры многие уже не такие простые, как они были до появления славы и денег. Но некоторые умудряются оставаться такими же. А ты много зарабатываешь в онлайн? Очень достижимое понятие много. Мне, слава богу, хватает. Я благодарна за то, что у меня есть возможность зарабатывать столько. Класс. Круто. Ну что, поехали. Давай, кому правда или действие? Я сказала, правда теперь тебе. Правда или действие? Давай правду. Давай. Ну, один маленький вопрос. Хорошо. Так, Алена, я как женщина, два раза рожавшая, могу сказать, что иногда при беременности очень тяжело сдержать пук. Было ли тебе хоть раз тяжело сдержать пук? Прикинь, вот сейчас, это, просто если бы Деррел сейчас был здесь, он бы сейчас вот танцевал и пел. Мы встречались до этого, получается, год, и за год ни разу, ни разу, ни он, ни я, мы никак не спалились друг перед другом, и я понимаю, что там первый, третий, пятый месяц нормально, блин, седьмой, восьмой, и я уже понимаю, что я не могу, у меня что-то происходит с кишечником, у меня какие-то такие, я как животное какое-то, что происходит, это же не я, я же принцесса, маленькая девочка, я ему подхожу, говорю, Деррел, мне кажется, это может произойти, он говорит, а я тебе говорил, что ты будешь первая, ты будешь первая, и в один момент, короче, это произошло, это произошло, и он так радовался, он так радовался, он бегал по всей квартире, он говорил, да, ес, я же говорил, что ты будешь первая, короче, он это воспринял как победу, он ее отпраздновал, и потом мне напомнил, потом, когда это произошло, второй раз, мне настолько стало стыдно, что у меня заиграли гормоны, и я в истерике расплакалась. Моя басточка, не плакай! Надо сделать третий раз, чтобы рассмеяться. Потому что, потому что, что естественно, то совершенно не безобразно. Он мне, после того, как я расплакала, слезы, это вообще шикарно, мне кажется. После того, как я расплакала, он мне дал карт-бланш на безнаказанные пуки и отрыжки до того, как я рожу. Говорит, но после того, как ты родишь, это все аннулируется. Говорит, и мы заново начинаем. Говорю, хорошо. Вы же будете как раз печатать. Вы, Лена, вообще прекрасная парочка. Крутые. Ну да, такой моментик был. Классный вопрос был, согласились. Да. Правда ли действие? Правда ли нет? Ну что, ну давай действие. О-о-о! У меня тут есть кое-какие подсказочки. Давай, посмотри. Кстати, а с памятью у тебя нормально? Вообще кошмар, если честно. Я не знаю, как у меня слова. Я не знаю, как у меня слова тупая. Вот примерно так же я себя чувствую. Я не знаю, как вообще складывать иногда слова в предложение. Это ужас какой-то. Я когда вожу, я вообще всегда налегке вожу. Я там, типа, одной рукой GPS проверяю, переключаю музыку. Еще веду себя поадекватнее, чем многие мужики на дороге. А сейчас я просто еду, я вся в концентрации. Я понимаю, что я как будто пьяная. То есть я не соображаю. Мне стрессово. Короче, водит сейчас пока беру. Так. Смотри, у меня есть три варианта. Это просто кодовые названия. Ты выберешь себе любое наказание. Одно называется «Яд». Второе – «Слепок попы». И третье – «Шахтер». Слепок попы! Слепок попы. Хорошо. Значит, у нас в Украине, к сожалению, нет аллеи звезд, как в Лос-Анджелесе. Да. Но я думаю, что стоит такую создать среди украинских звезд, которая 100% явно твоя, будет одна из самых первых. Поэтому я предлагаю тебе сделать репетицию, но только поскольку это слепок попы, придется сделать слепок именно попы, а не руки. Так вышло. Значит, нужно намазать сметану и, собственно, аккуратненько сделать слепок. Подожди. Подожди. Сесть сметану. Сесть сметану и все? Да. Это еще увлажнение. А могу показывать в сметане? Да показывать, конечно. Это уже на ваш выбор. Я не знаю, чтобы нас не заблочили. Ты что, родила? Блин. Как ты... Подожди. Подожди, слепок попы. Блин. Я без трусов просто, понимаешь? Слушай, я у Артема дома. Ой. Ну как я буду на этих лесах это делать? Надо было юбочку. Надо было придурить. Что это? Я хочу с юбовой попой сесть. Ребята, это Оля Полякова. А что ты шахтером? А что ты шахтером был? Скажи. Шахтер. Так, сейчас, секундочку. Ну, Алена, ты забыла, что я тебя жду? Шахтер. Смысл вообще здесь философский. Да. Это удовлетворение желаний твоих хейтеров. Да. Значит, тебе многие говорят, что вот ты работаешь, ничего не делаешь, только скакаешься. Они не представляют, какая тяжелая эта пахота. И они говорят, вот спустись в шахту и поработай нормально, хотя бы денек. Так что, чтобы удовлетворить желания хейтеров, ты берешь черный карандаш, мажешь ладошкой очень много и долго. И потом смачненько так намазываешь себя на лицо. Класс. Где-то, где-то. Такой бьюти шахтер. Хорошо. Я уже на самом деле бывала разной в этой игре. В разных образах. Ребята, это шахтер, это не блэкфейс, это шахтер. Слушай, у тебя такое лицо, как будто ты сейчас в клипе снимаешься. Да, ты видишь? Мне кажется, это даже немножко похоже на какую-то ролевую игру. Это фэшн-съемка. Кому ж там в восторге? Добавить глиттера. Глиттера? Глиттера на куда? Все, я похожа на шахтера. Слушай, не честно. Ребята, дай мне хейтеры. Я поработала в шахте. И скажу вам, что это легче, чем ехать 8 часов под заколдобином, не знаю, куда-нибудь в Черновецкую область. Либо чем рожать. Да, либо чем рожать, однозначно. Класс. Поехали дальше. Правда или действие, Алёнушка? Ой, ну после того, как я заставила тебя это сделать, я бы хочу сказать правду. Пока ты остынешь. Так, хорошо. Так, скажи мне, пожалуйста. Так, у меня тут есть вообще вопросы. Так. Так. Насколько важна внешность для блогера? Скажи, пожалуйста, ты считаешь себя красавицей? Меня в этом старается убедить мой муж. Я вообще, когда жила у себя в Кременчуге, я считала, что я вообще, ну блин, самая красивая девочка на районе. Считала, да? Но это было до того, как появился интернет. И там ты уже начинаешь сравнивать, начинаешь себя съедать. Вот это не надо. Вот это не надо. Мы с этим занимаемся. Как минимум в подростковом возрасте 100%. Да, и после. Не скажу, что я считаю себя прям первой красавицей, но я считаю себя симпатичной девчонкой. Но самое главное, это для меня то, как на меня смотрит мой мужчина. А для внешности, а внешность для популярности, я думаю, вообще не имеет значения. Вот абсолютно совсем. Если бы это было так, мы бы видели объективные факты, что только красивые девочки и только самые красивые девочки популярны. Это не так. Скажи, пожалуйста, ты пользуешься фотошопом, когда делаешь свои фотографии? Да. Ну, как бы в умеренных количествах. Если там объективно упал какой-нибудь. А что ты улучшаешь? Расскажи. Ты можешь меня тоже спросить. Я тоже это делаю. Я скажу, что улучшаю. В основном носогубочки. Вот мне не нравятся носогубочки, когда неправильно падает свет. Если там какой-то ракурс, то у меня с какого-то ракурса, если повернуться, вот сейчас не могу найти. Мне не нравится, как выглядит нос. Вот. Ну и вот эти вот все дела сглаживаю. Ага. Классно. Ну и если там тоже очень зависит от кожи. А талию смешаешь? А талию смешаешь? Талию. Ну сейчас нет. Классное время, правда, когда... Да-да-да-да-да-да, я не фотошоплю вообще на свою талию. И грудь тоже. Да-да-да-да. Все мы, все мы, все мы такие. А ты что фотошопишь? Я фотошоплю, я чуть-чуть, да, я чуть-чуть улучшаю фигуру. Немножечко. Ну, совсем немножко. Талию, задницу укругляю, увеличиваю сиськи, глаза, уменьшаю нос. Ну, короче, все, весь этот стандартный набор. Обязательно делаю, убью волос на голове, растягиваю форму и вот так вот, чтобы они типа летели. Ну и еще куча ратных херни. В любом случае, я думаю, что все прекрасно тебя видят на видео и на сцене, и я думаю, что тут нет смысла спорить, что фото это также зависит от цвета и от позы, поэтому я... меня совесть за это не осуждает. А у меня ее и не было никогда, совесть. Наверное, так проще. Так, ну что, давай теперь ты мне задавай, правда или действие. Так, что выбираешь, правда или действие? Ну что, я уже тебе только что про фотошоп рассказала, что опять действие. Нет, давай правду. Можно еще чуть-чуть вытереться или нет? Ну, так красиво тебе, конечно, было, ну ладно. Да? Ты уже половина стабильная. Ну, половина у меня, давай, сейчас будем действие, а ну будем все разукрашиваться в этом? Ого. Уго-то. Ну что, будем, давай, действие, да? Я думаю, время еще ограничено. Так, у тебя такая вот красивая, идеальная семья, я так понимаю, вот один на всю жизнь, первый и последний, а две доченьки прекрасные. Скажи, пожалуйста. Далеко не первый, слава богу. Ну, первый, кто, от кого доченьки. Да, да, да. Вот, значит, первый. Все, остальное, это все было несерьезно, я так считаю. Да, да. Скажи, пожалуйста, за вот этой вот идеальной картинкой, жизнью, что скрывается на самом деле? Часто ли вы ссоритесь? То есть, как вы решаете конфликты? Ссоримся часто. А что значит ссоримся? Ругаемся, орем друг на друга, посылаем в недалекие места. Но у нас есть один секрет. Мы сразу миримся. То есть, мы никогда не идем спать, не помирившись. Мы тоже. Это очень круто. Это очень работает. Так и делайте дальше. Потому что, когда ты пересыпаешься этим ночь, то есть, надо все выяснить. Мы очень вспыльчивые, мы посрались. Оба, да? Оба, оба. Помирились тут же и забыли про это. То есть, мы можем наговорить друг другу такие гадости, что я не знаю вообще, как это другие люди прощают. Мы через пять минут уже целуемся. А то есть, мы очень отходчивые. И в этом, наверное, секрет, потому что мы ничего не держим, ни копим. Знаешь, очень часто есть люди, они в себе копят обиды. Ты копишь обиды, обижаешься. Ты думаешь, что он тебя не понимает, а он не понимает, что ты надулась. Понимаешь, да? И это все каждый что-то себе надулся, каждый что-то себе придумал. А вот когда ты все высказываешь, вываливаешь даже громко, даже я об его дурную голову посуду, тем не менее, ты ему что-то... Это же домашнее насилие, ты что? Ну, конечно же. Детка моя, ты пожели мне 15 лет с кем-нибудь, ты своего вообще распилишь, блин, и по кускам выкинешь из бафона. Ой, он у меня не вспыльчивый, на него тяжело злиться. Это я там скумачиваю. Ну, ты знаешь, я тебе скажу честно, что я когда выходила замуж, я тоже думала, что очень спокойный он. И все вокруг думали, что... А потом ты ему расшатал это... А потом из него какой-то дьявол вылез, понимаешь? Он такой, ура, женил на себе Олю Полякову, можно тебе показать свою настоящую сущность. А он говорит, что это из меня вылез дьявол, что он женился на покладистой, веселой, легкой девушке, а вышла за заноза, пила и абьюзер, понимаешь? Отличный голос. Отличный голос. Я рада, что вы это все со смехом говорите. Слушай, самое классное и главное в жизни это чувство юмора. Если все сводить в шутку, все получается. Ну что, давай, иди, Ирина. Ой, давайте... Ну, давайте действия. Отлично, так. Сейчас, сейчас, сейчас. О, круто, круто. Значит, ты прославилась в таком жанре, как DIY. Значит, делай сам, да? Ага. Я сейчас даю тебе 10 секунд, ты берешь салфетку, и ты должна из этой салфетки сделать игрушку своему ребенку. А я, кстати, такое делала и расскажу, как. Ой. У меня, у меня Маша, у нее был зайчик, и она его забыла дома, а мы приехали в Египет. И я взяла салфетку на столе и сделала зайца из салфетки, и она с ним играла целых две недели. Ух ты, слушай, ну ты лучший DIY-чик, чем я, потому что то, что мне пришло в голову, это игрушку, погремушку сделать. Максимум, что я могу за 10 секунд. Давай, давай, сделай что-нибудь за 10 секунд. Засекаем время, поехали. Так, вот так вот, вот так. Ой, она же греметь не будет. Что-то я не подумала. Она будет визуально похожа на очень... Прекрасно, ура, ура. ...погремушку для бедных. Ой, погремушка ребенка-курильщика звучит плохо, поэтому для бедных. Игрушка-курильщика? Нет, я говорю, звучит плохо, поэтому для бедных. Так. Отлично. Ну что, поехали, задавай мне правду или действие. Есть у нас еще время, да? Для действия. Даже вопрос не дала задать. Давай, давай, хочешь вопрос, давай вопрос. Давай выберешь, что хочешь. Не-не-не, я имею в виду, я имею в виду, задать тебе правду или действие. Хорошо, хочешь действие, будет тебе действие. Значит, я, конечно, далеко не профессиональный певец. Мне придется, точнее, скалер придется выслушивать все мои колыбельные. Поэтому пока она в животике, она, кстати, реагирует на все звуки сейчас. Я хочу, чтобы ты для нее спела какую-нибудь классную колыбельную. Я? Да. О, боже. Через телефон. Тетя Оля вот сейчас поет «Моей доченьке колыбельную». Хорошо. А кто может попасть за тем, что... Котику сиренький, котику биленький, котко волокатый, не ходи по хаті, не буди дитяти, дитя буде спати. Ой, кайф. Мне кажется, это лучшая колыбельная, которую она услышит вообще-то всю свою жизнь. Спасибо большое. Ты знаешь, что дети мамын голос воспринимают самым лучшим. Поэтому как бы ты ни пела, ты будешь лучше петь любой Оли Поляковой, Тины Карл и Бейонс вместе взятых для нее. Это абсолютно точно. Ну что, это круто. Что делать дальше? Играем на хоре. А сколько у нас времени осталось? У нас сейчас 8 минут. А, ну мы еще успеем по вопросику, как минимум. Давай, давай еще по вопросику. Давай, раунд еще играем. Правда или действие, Алена? И у меня, кстати, есть русы. Теперь? Теперь у меня есть русы. А то есть муж у меня их забирает, а теперь подарил. Так, ну давайте правду. Так, правду. Правда, 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 правда. Я все-таки хочу тебя спросить. Вот у тебя красивый муж. Красивый же он, правда? Девочки. Нравится? Да, нравится. Очень. Скажи, пожалуйста, скажи честно и откровенно. Ты его ревнуешь? Нет, вообще нет. Нет, он просто, мы немного, ну прошли через свой опыт в отношениях, он свой, я свой, который мы очень детально и очень глубоко обговорили и пришли к выводу, что мы хотим отношения только вот такого типа, только когда мы не скрываем ничего друг от друга. Я не говорю, что это правильно, но даже если посмотреть не на какие-то метафизические вещи и наши обсуждения, у меня есть доступ к его телефону, к его инстаграму, к его директу и у него есть к моему. Ты туда лазишь? Честно? Честно? Нет, мне неинтересно. Я ему настолько доверяю, что я думаю, что это в принципе невозможно. Он не может, относясь так ко мне, хотеть кого-то еще. И я искренне в это верю. И я уверена, что если я залезу, он не будет переживать, ему не будет чего скрывать. И точно так же с моей стороны. Я понимаю, что мне впервые, наверное, в жизни, в отношениях даже не, даже вот так вот, я не смотрю ни на одного мужчину. Ну да, потому что ничего скрывает. То есть нету ревности. Но это удивительно на самом деле. А скажи мне, пожалуйста, ну вот ты вот, ну вот, мне кажется, что все-таки не ревнуют женщины, уверенная в себе. Ты уверена в себе? Я уверена, наверное, больше в нем. Да, я уверена в себе. Но нету на сто процентов уверенного в себе человека. Я пытаюсь просто себе не накручивать, что очень тяжело, потому что все-таки я женщина. Ну да. Я имею в виду на собой некоторые, некоторые склад ума и склад мышления. Но я больше уверена, наверное, в нем. Классно. Ну это круто. Это круто. Это вы большие молодцы. А ты ревнуешь? Вообще я ревнивая. Ужасно. И была ужасно ревнивая во всех отношениях в своей жизни. Кроме этих. То есть я тоже очень сильно уверена в мужа в своем. Он не дает повода или? А? Нет, никогда не дает повода. Никогда. Никогда не дает повода. И вообще у нас такая с ним тема. Я же, я тут принцесса, королева, я на пьедестале. Понимаешь, да? У нас с ним такая тема, как будто это не ты решила, а вы вдвоем. Ну да, ну да. Да, и поэтому я тоже. Я тоже его вот не ревную. А вообще, конечно, я вообще ужасная ревнивица. И раньше ревновала, да. А ты знаешь, очень классно, когда мужчина дает тебе уверенность в себе. То есть вроде ты уверена в нем, но на самом деле он настолько тебя ценит, что ты уверена в себе. Ну как тебе можно изменить? Ну ты же такая королевна, правда? Да, да, да. А действительно мужчина внушает это ощущение. Мужчина внушает. Вот с такими мужчинами стоит жить. Ну что, давай еще один вопросик или задание. И это классно. Тебе? Вопросик или задание? Да. Вопрос или задание? Давайте слепок сделаем. Давайте сделаем слепок. Смотри, можно слепок. Есть два трешовых задания. Ребят, чтобы ко мне не было потом вопросов, все вопросы к редактору Оль. Ой, 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 ой. Не закончилось? Одна не лучше другой. Да. Значит, или вот этот вот слепок попы, или второе задание называется яд. Здесь тоже философская подоплека. Все говорят, что... Точнее, многие говорят, идет много слухов о том, что ты ядовитая женщина. Такая poison woman. Да. Значит, задание тебе сделать речечку в своих ладошках наплевать туда и сделать речечку. И чтобы доказать, что это не яд, выпить это обратно. Я вижу муж в основе. Серьезно? Твой выбор. Давайте быстрее, три минуты, Оля, решайся. Опа или яд? Опа или яд? Ну, не знаю, это мой яд. О, Боже! О, Боже мой, почему ты такая, Алёна? Это не я, это твой редактор. Давай, 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 давай. Пока время. Все, я слизываю. Ну, все, отлично. Все, я так... Молодец. Молодец. Руку не разделывай. И слепок делаю. Нет, и слепок сделаю. Не буду, не буду, нет, не буду. Алёнушка, дорогая моя, я тебе желаю, чтобы ты родила легко и с удовольствием. Пусть, я тебе честно скажу, у меня есть два опыта родов. Первые были ужасные. Вторые были прекрасные. То есть вот прекрасные. Вот я тебе желаю таких вторых, таких первых, как были у меня вторые. Спасибо большое. Чтобы ты лежала, радовалась со своим прекрасным, красивым акваменом. Пусть у вас родится красивая девочка. Спасибо большое. Пусть она будет умненькой и красавицей, главное, счастливой. Будьте счастливы, любите друг друга. Вы такая классная вообще пара, просто невероятная. Счастья. Спасибо вам большое. Вам тоже мира, семьи и всегда радости. Такое, как сейчас. Спасибо, моя хорошая. Все, спасибо. Возможно, когда будем еще после родов. И после родов. Ожидание, реальность. Круто. Все, спасибо. Спасибо ребятам, всем, кто смотрели. Всем пока, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok